Да ладно? Какие люди? Блин, как, не говори никому, пожалуйста. Ну, пойми, просто сейчас кризис. А я ещё в АФС вернулся. Доната нету, ничего нету. Ну как быть, ну блин, ищу хоть что-нибудь, какие-то пин-коды на один час. Не сыр, а куха. Будет тебе пуха. Для таких, как ты, кто долго читил, я уже новую ссылку в описании намылил. По ней проходишь, всё нужное находишь. Статку растишь и раков всех гнёшь. Ну а дальше, братишка, ты сам всё поймёшь. Оу май! То есть ты только начал в неё играть и сразу обнаружил какие-то баги. Есть такое, капитан, очевидность. Но, сам понимаешь, в Warface есть Warface. Приветствую вас, леди, джентльмены, другие подруги. С вами Мортит и Капитан Очевидность. И вот, наконец, добрались мои клешни до спецоперации ограбления. Должен, кстати, заметить, что в Warface это вообще название символичное. И, в принципе, так можно было назвать всю игру. Но мы сейчас не об этом. И так как только я начал проникать, углубляться, так сказать, в эту спецоперацию, сразу обнаружились баги. Точнее, один, но очень и очень неприятный баг. Оказывается, ваш трос, когда вы залазите, может забагаться, если вас убьют. И багается он таким образом, что он вообще исчезает. После этого вы можете вот так вокруг себя поворачиваться. Вы можете подниматься, вы можете спуститься. Но вы не можете встать на землю никак. Даже если вы будете перемещаться к залазам, где есть стрелочки, то не появится кнопка залаза, и вы не сможете перелезть. И я должен заметить, что это реальный нагиб. Таким образом, из-за такого маленького бага, собственно говоря, спецоперация вся и может накрыться. Но, впрочем, это уже мелочи. Давайте поговорим о самой спецоперации. И вы знаете, сайтинг достаточно необычный для варфейсов. Всё-таки, извините меня, ограбление банка. Прямо пейдей какой-то. Бахуй просто. Сложная спецуха. Нет, капитан, очевидность. Миссия эта не сложная. Действительно, друзья, ничего запредельно сложного, какого-то такого, знаете, непереносимого, даже, можно сказать, с первого раза, с нахрапа здесь нет. Это не какая-нибудь ликвидация, где надо разрабатывать тактики, или, скажем, какой-нибудь марафон. Здесь всё понятно, доступно и ясно. Можно сказать, интуитивно понятно. И всё, что вам придётся делать на протяжении всего процесса прохождения этой спецоперации, это в основном стрелять и перезапускать станок ваш, который будет стоять и сверлить дырочку в сейфе банка. Однако, при всём при этом должен заметить, что миссия как-то так всё устроена. Таким образом, боты, кстати, наносят достаточно много урона. Не сверх много, но всё-таки он присутствует. Поэтому, почему-то, чаще всего, на эту миссию большинства игроков уходит достаточно много знаков возвращения. Таким образом, понимаем, что наши разработчики хотят сделать их дефицитными, а потом круто так распродать. Звучит как бизнес-план. Скажу честно, с рандомами я эту спецоперацию так и не прошёл. Хотя запускался я с ними, по-моему, два или три раза всего. Вы знаете, всего, как бы, вроде нормально, и вроде ты убиваешь, и рандом с тобой убивает, но всегда вот чего-то немножко нам с рандомами не хватало. Где-то я умру, подведу его, то он умрёт. Как-то оно, сука, не собрано всё было. И я заметил, что с рандомами чаще всего спецоперация сливается примерно на восьмом-девятом этаже. И, кстати, восьмой-девятый этаж, как ни странно, из шестнадцати этажей, это, пожалуй, этажи самые сложные. Особенно с рандомом. Немножко не сконцентрировались, не скооперировались, и всё. Всё. Добрый вечер. Новиночки геймплея завезли нам? Да, капитан, очевидность. Действительно, новиночки, друзья, здесь имеются. У нас есть очень интересная механика подъёма по тросу на многоэтажное здание. Причём, боец делает это совершенно без рук. Ноу-хау варфейса, деточка, да. И смотрится это, честно говоря, ну, в двадцать первом году, прямо скажем, так себе. Однако, стоит ли разработчиков за это хайд? Да, пожалуй, всё-таки нет. Вы знаете, как я уже говорил, на этом движке можно сделать, ну, почти всё, что угодно в графическом плане. Ну, хотите, они вам завезут 4К-текстуры, хотите, они завезут вам супер-анимации, как Call of Duty. Но, ребят, серьёзно, так у многих просто комп не потянет. Но это по чесноку. Так что придираться к анимации, я думаю, дело не очень достойное. Все прекрасно знаем, в какую игру играем, и все прекрасно знаем, какие у многих компы. А ещё у нас имеются очки ночного видения, которые автоматически включаются в определённый момент, когда полиция гасит свет. И вот тут я, пожалуй, всё-таки придируюсь. Если с залазами и анимациями там всё было понятно, многие игроки, как бы, может быть, не потянут чисто, так скажем, по железу, то здесь никаких проблем-то у разработчиков не было, и можно было сделать более приятный колор. А то какая-то серая комната, и на ней персонажи какие-то фиолетовые, ну, смотрится реально, как будто ты играешь в шутан где-то середины 2000-х. Ну, вот это можно было сделать посочнее и поинтереснее. Ну, серьёзно, Валенс Весос Предатор какого-то там 2002-2003 года, я помню, играл, там и то эта фишка была реализована, ну, намного лучше, серьёзно. А сюжет глубокий? Да, Кэпчик, вот, кстати, сюжет мне понравился. Друзья, понравился сюжет. Вы знаете, обычно наши разработчики, они как-то пытаются мудрить, там, в духе Call of Duty, но ни хрена у них не получается, потому что где-то мудрено, где-то непонятно, где-то, сука, просто тупо неинтересно, герои такие, что особо не запоминаются, как бы не цепляют, не знаю, я им никогда особо не сопереживал, там, герой Нода, герой Йода, сука, и так далее. А вот тут неплохо, как бы ты заходишь, какая-то интрига, сука, этот оберон, не буду спойлерить, кто не проходил, интересно. Действительно неплохо, вот, вроде бы минимум вот этих реально сюжетных диалогов, но так всё построено, что, сука, интригует, цепляет прямо заживое. Так что к сюжету придраться не могу, он хорош, он как минимум действительно, друзья, неплох. Ну а в целом, братиш, играется интересно эта спецуха? В целом, Капитан Очевидности, играется интересно, играется интересно плюсы миссии, то, что тебе не надо заниматься какой-то дрочью, как было во многих спецоперациях, бегать от какого-то гигантского робота на Марсе, собирать какие-то нахрен ненужные ресурсы на Гидре, держать какую-то странную оборону, и почему бы не сделать просто, монстры бегут и ты стреляешь. Всё достаточно просто, достаточно интересно, интуитивно понятно, и это как раз миссия для тех, кто хочет просто прийти на ПВЕ, как и я, пострелять, просто расслабиться, а не заниматься какой-то ерундой. Знаете, никакого лишнего хардкора, но при этом нельзя сказать, что спецоперация, ну, прямо очень лёгкая, тем более всегда стоит сверхзадача, пройти её менее чем за 22 минуты и получить максимальную награду за это, мда. Но есть у этой спецоперации, друзья, один огромный минус, который, я думаю, разработчики, в принципе, понимали, что он будет, когда они делали, но они решили провести такой эксперимент и почему бы нет? А проблема кроется в том, друзья, что мы привыкли, что Warface эта игра достаточно красочная. Она, понимаете, завораживает своими пейзажами на ледоколе, своим мёртвым шармом в Припяти или, может быть, такими суровыми природными ландшафтами где-нибудь на Анубисе. А вот с ограблением, конечно же, этого не произошло. Это офисы. Да, там есть картины, да, вроде всё неплохо, но, с одной стороны, мелкие детали ты во время самой спецоперации разглядывать не будешь у тебя для этого, ну, особо времени не будет вообще. И при всём при этом, знаете, вот какая-то общая атмосфера получилась, всё-таки дело происходит поздним вечером ночью. Атмосфера серая, атмосфера тёмная, атмосфера, не радующая глаз, и, наверное, это именно, а не что-то другое, самый большой недостаток этой спецоперации. А вот что касается геймплея, он действительно простой, он доступный, он понятный, не надо придумывать никаких тактик, просто идёшь стреляешь. Тактики, конечно, придумают. И, конечно, почти наверняка кто-нибудь и в соло эту миссию пройдёт или уже прошёл. Я думаю, что это не очень-то и сложно будет для спецов в этом деле. Так что, скажем честно, спецоперация классная, спецоперация интересная, но немножко такая, знаете, скучноватая. Хотелось бы просто вот для обычных любителей, непрофессионалов ПВЕ, как я просто пошёл, вот как на обычной ПВЕшке побегал, пострелял, полюбовался, подумал, помечтал, повоображал, и это было бы здорово. Плюсом за эту спецоперацию я надеюсь, что последующие спецоперации будут в таком же духе, несложном, достаточно интересном, простом геймплее и при этом это всё дополнится красивой атмосферой, как в былые времена.